Друзья, всем здравствуйте! Меня зовут Алёна Шапарь. Сегодня мы с вами, как обычно, поговорим о наболевшем, потому что это вторая часть видео про мои брекеты. И если вы вдруг не видели первую часть, то вот здесь сейчас где-то должна появиться подсказка. Вы можете кликнуть на неё, здесь нажать на паузу, перейти туда, посмотреть, потому что вы можете не понять, о чём я говорю в этом видео. Если вы уже посмотрели это видео, то давайте я вам расскажу дальше, что же было в тот момент, когда мы с моим мужем решили сделать себе подарок свадебный и поставили после свадьбы буквально через месяц брекеты. В общем, целый месяц после свадьбы я обзванивала всякие клиники, ходила на консультации, спрашивала, узнавала, узнавала у ребят, у которых уже были брекеты. Короче, у меня была очень-очень-очень важная миссия найти врача, которого я хочу. И как-то так получалось, что везде, куда я ходила, всё было что-то не то. То на ресепшене сидит какая-то просто тупая баба с надутыми губами и говорит, ну, конечно, что вы хотели, брекеты это дорого. Либо, я не знаю, ты заходишь на консультацию, там врач какой-то громзячий, или какая-нибудь там просто тётка, для которой твой род это просто вот поле битвы, она тебе вот так вот открывает пасть, сует, то есть, короче, прям вообще фу. И в какой-то момент мама мне прислала ссылку на сайт типа Беглеона. Там была акция установка брекетов за полцены. Я, если честно, очень скептически к этому отнеслась, потому что мне кажется, что медицина по купонам, это вот, это либо врач должен быть очень сильно стрёмный, либо это клиника, у которой всё плохо. Ну, короче, ребята, у которых и так всё окей, они не занимаются такой штукой, как раздача купонов, и поэтому как-то я отнеслась к этому скептически. Но потом я подумала, что можно просто сходить на консультацию, потому что она бесплатная, никто мне полбу за это не ударит. Я изучила сайт клиники и увидела там несколько врачей, которые занимаются установкой брекетов, именно вот врачей-ортодонтов. Мне понравилась одна врач, а все остальные не понравились. Иногда бывает так, что ты смотришь на фотографию человека, и тебе как бы всё понятно. Я сразу же вспомнила, какие врачи меня лечили в детстве, и фу, меня вот сейчас она передёрнула, потому что врачи в той клинике детской стоматологии, в которой я ставила себе и коронки, и ставила брекеты, я не знаю, моя врач, по-моему, никогда не мыла голову. Это во-первых. Во-вторых, они постоянно на меня орали, когда я говорила, что мне больно. Типа, ты лежишь с открытым ртом, тебе больно, а на тебя ещё ты ребёнок, который в ужасе вообще от того, что происходит, и, не знаю, и на тебя ещё орут, типа, заткнись, чё. Короче, для меня было очень важно, чтобы врач был молодым, активным, адекватным, чтобы у него была какая-то позитивная жизненная позиция, чтобы он реально любил своё дело и относился к своим пациентам, ну, не знаю, как-то по-доброму. И так оно и случилось. Нам с Андреем очень сильно повезло, потому что мы пришли на консультацию, и в других клиниках мне врачи заглядывали в рот и говорили, ой, всё, здесь стопудово надо ставить брекеты, да, нет, обычные брекеты нельзя, ток сапфировый, 78 тысяч, там, 95 ещё плюсом, и каждый месяц ещё по 100 миллионов отдавать будете, ну, то у вас будут ровные зубы. А тут врач мне сказала, типа, знаете, Алена Владимировна, у вас вообще-то всё нормально, и, как бы, если вашему мужу стопудово надо брекеты ставить, то вы вообще-то можете и перебиться. И это была просто вот любовь за честность просто с первого посещения. То есть для меня это было очень важно, потому что врач сделал вывод не исходя из того, сколько он хочет заработать денег, а исходя из того, что реально важно для пациента. Поэтому я даже после этого два дня походила и подумала, ну, наверное, у меня действительно такой хороший рот, может быть, и не надо ставить брекеты. Потом думала, блин, я об этом мечтала так долго, неужели я вот просто сейчас возьму от этого, откажусь, когда есть такая возможность, тем более сделать это с 50% скидкой. Сейчас это всё, конечно, выглядит как реклама, но это не реклама, всё просто реально так оно и было. Если говорить о деньгах более конкретно, то в 2017 году мы устанавливали брекеты летом, и на тот момент установка наших брекетов стоила чуть-чуть в районе 25 тысяч, но нам это вышло дешевле, потому что у нас, собственно, был этот купон, по скидке мы это делали, сапфировые брекеты, прозрачные брекеты, какие-то там другие брекеты, которые якобы незаметны на зубах, они стоили от 40 тысяч и больше. Лично я вообще не понимаю смысла в брекетах в цвет зубов, потому что, блин, ребят, ну всё равно брекеты видно, какая разница вообще, будут они железные, или будут они цветные, там что угодно, это будут просто брекеты, и люди всё равно их заметят, поэтому я не вижу смысла переплачивать, и мы сразу же решили, что мы будем ставить обычные брекеты, я не помню, у меня в чеке написано, что они называются брекеты шик, но мне почему-то кажется, что они называются брекеты пилот, я не помню, если честно, поэтому не буду вас дезинформировать. У нас вышло на тот момент 24 тысяч за двоих, то есть два человека, брекеты на обе челюсти 24 тысячи, то есть, например, если бы я ставила одна, то мне обе челюсти обошлись бы в 12 тысяч, даже сейчас вот я езжу по городу, и вижу, ну, с учётом того, что прошёл уже год, и цены всё-таки повысились, я вижу, что есть билборды, на которых написано, там, устанавливаем брекеты за 17,999, это вообще недорого. У меня просто вот реально бомбит, когда люди говорят, типа, блин, брекеты, это так дорого, не хочу, не буду, никогда не поставлю, похожу с кривыми. Блин, ну, хочешь ходить с кривыми зубами? Ходи. А если ты хочешь поставить брекеты, не ставишь их только потому, что это дорого? Я не знаю, нужно просто правильно расставлять приоритеты. Ты 4 раза в неделю ходишь в кофейню, пьёшь кофе за 200 рублей, попробуй ты этого не делать, у тебя уже там будет 3-4 тысячи сэкономлено. То есть, как бы, всё, что касается фразы дорого, по поводу не только брекет, а по поводу всего, я считаю, что это вообще полная фигня, потому что если ты чего-то хочешь, ну, найди способ заработать, откладывай, будешь откладывать ты полгода, год, там, два года, но если тебе реально это надо, ты отложишь, ты накопишь. Тем более, что, как бы, даже накопить 20 тысяч, это не такая уже заоблачная сумма. Не знаю, хотите сейчас закатывать глаза, если это сумма для вас заоблачная, то решать только вам. Но я считаю, что это вполне себе реально, и нет в этом ничего такого не подъёмного. Если называть конкретные цифры, то у меня вот здесь вот записаны по чекам наши расходы, то фиксация брекетов на две челюсти со скидкой 50% обошлась в 12 320 рублей. В месяц у нас получается за человека от 900 до 2500 примерно. То есть самое дешёвое было 940 рублей, это когда ты меняешь все лигатуры, то есть вот резиночки цветные, которые у меня розовые, я люблю розовые. Самое дорогое было 2900, когда меняли саму дугу, то есть зависит от жёсткости, от сплава, от того вообще, что, где и как, то есть замена дуги, замена лигатур, и в этом же месяце отвалился брекет, приклейка брекета ещё, получилось 2900. То есть это вот реально это самое большое. То есть если вы один, ну если вот мы с тобой с мужем, то есть допустим для нас это в месяц там выходит, ну 5-6 тысяч, то есть иногда бывает подешевле, там 3-2 тысячи, а это на двоих не очень неподъёмное. То есть даже на одного, я считаю, что в месяц заплатить, там от тысячи до двух с половиной, в этом нет никакой проблемы, потому что потом спустя год-полтора или там сколько вам нужно носить брекет, и вы получите идеальную улыбку, и мне кажется, что, ну вообще не жалко никаких денег в то, чтобы быть красивым и здоровым. Приклеить брекет обратно, кстати, у нас стоит 500 рублей, я постоянно шучу, у меня вот брекет отваливался два раза, и оба раза, это случилось тогда, когда я откусывала бутерброд с колбасой, поэтому я шучу, что теперь, когда я хочу бутерброд с колбасой, для меня он стоит 500 рублей, поэтому я стараюсь больше ничего такого не делать, но это на самом деле случай единичный, потому что мы с Андреем вообще едим всё. Мы едим орехи, мы едим чипсы, мы пьём газировку, да, вообще, мне кажется, всё, что угодно, мы себе ни в чём не отказываем, единственное, что мы не едим попкорн, потому что его вот реально просто нудно и очень долго выколупывать из зубов, и когда он застревает между верхней частью брекета и дисной, это не очень приятно, поэтому вот от попкорна мы отказались. Ну, как бы, ничего такого, мы с собой в кино берём орешки или чипсы, поэтому я не думаю, что это какая-то страшная потеря, что мы не едим попкорн, для нас это не проблема. Даже иногда бывает, что я откусываю морковку или я откусываю яблоко, мы их обычно едим, то есть, ну, ножичком отрезаем кусочек, просто кладёшь в рот и пережёвываешь, но иногда бывает, допустим, если морковка тонкая, ты просто задними зубами её как бы прикусываешь и отламываешь, и вообще, на самом деле, когда тебе только устанавливают брекеты, у тебя меняется привычка того, как ты вообще ешь. То есть, ты понимаешь, что многое кусать для тебя невозможно, и у тебя даже манера укуса еды, она как будто бы меняется, потому что при укусе тебе брекеты мешают впиться зубами в полную силу, и ты привыкаешь к тому, что ты прикусываешь и как бы отламываешь кусочек от того, что ты кусаешь. Но это тоже, это приходит всё очень быстро, то есть, буквально, ну, наверное, через первый же месяц у тебя меняется просто привычка, меняется манера того, как ты ешь. По поводу той боли, про которую все говорят, это на самом деле тоже очень индивидуально. Я считаю, что это не такая боль, которая была бы нестерпимой. То есть, даже когда у меня очень сильно болели зубы, это была боль не такая, что от неё хочется на стену лезть. Это просто тупая такая, ноющая, тянущая боль. То есть, ничего страшного в этом нет. Когда очень сильно болели зубы, допустим, было тяжело жевать, я просто покупала детское питание или делала суп-пюре, или просто вся еда, которую я делала, я её перебивала в блендере и получала то же количество калорий, то же количество полезных элементов микроорганизмов, там всего, что есть в еде, но только перемолотые, мне было это проще есть. Вот, поэтому ничего страшного в этом тоже я не вижу. И любая боль, она решается таблеткой пенталгина или нож, потому что вы пьёте, какое обезболивающее, поэтому это тоже не проблема. Зубы болят первое время, когда тебе только поставили брекеты, и болят они даже больше не сами зубы, у тебя очень сильно царапаются щёки, царапаются губы изнутри, потому что рот не привык к тому, что какая-то инородная хрень у тебя там в нём тасуется постоянно, поэтому врачи обычно выдают томатологический воск, которым место, которое тебе царапает, ты должен просто заклеить и ходить как бы потом покушал, прополоскал рот, воск выплюнул, налепил новый, как бы всё окей. Обычно воск реально помогает, то есть после него ты снимаешь воск, и через какое-то время у тебя кожа, она как будто бы адаптируется, или я не знаю, то есть сейчас вот после 9 месяцев носки брекетов у меня реально ничего не болит, то есть у меня на утро бывает, что может быть лицо опухает или что-то такое, у меня, если вывернуть губу, остаются такие ямочки, следы, как будто бы я просто отлежала, а ещё иногда бывает, что когда я очень громко смеюсь или что-то рассказываю, у меня зубы цепляются за крючки, у меня на брекетах здесь есть такие крючочки, и у меня просто губы цепляются за них, и я выгляжу как-то так. То есть царапает иногда, но это тоже не критично, ничего там такого страшного нету. Кстати говоря, лайфхак с воском. Многие говорят, что когда заклеиваешь воском что-то, он сразу же у тебя изо рта выпадает и не держится на зубах. Так вот, когда вы берёте воск из коробочки, отщипываете кусочек нужного вам размера, скатаете шарик, положите его и подождите там пару-тройку минут, пока воск остынет от того тепла рук, которым он нагрелся в процессе того, как вы скатывали шарик. Потому что мягкий воск, вы его разогрели руками, вы его прилепили в горячий рот и у вас там, естественно, он ещё больше растаял и сполз. А когда вы берёте холодный воск и просто вот заклеиваете то место, где у вас там что-то царапает, он у вас сразу же держится лучше и если после этого вы ещё попьёте холодной воды, воск сразу же остынет, зафиксируется. Поэтому больше не паримся, теперь вы знаете, что делать. Не благодарите. Так же ещё зубы болят, когда тебе меняют дугу на более жёсткую, потому что когда только ставят брекеты, чтобы зубы сразу же с ума не сошли и не было адской боли, ставят такую проволочную дугу, которая очень мягкая, то есть на неё можно даже пальцем надавить, как бы чуть-чуть продавить, то есть чувствуется, что она очень мягкая и со временем, постепенно, чем дольше ты носишь брекеты, тем более жёсткую дугу тебе ставят для того, чтобы зубы принимали ту форму, которую они должны, собственно, принять, ради чего вы стараетесь. Вот, и в этот момент, да, в этот момент зубы могут болеть, ещё зубы болят, когда ставишь тяги. Тяги это такие, как раз маленькие резиночки, про которые я вам рассказывала в предыдущем видео, когда я ставила себе коронки и этими резиночками тянула, о, я вам, кстати, даже сейчас покажу, вот они, вот в такой вот, в таком пакетике, который, кстати, погрызла моя кошка, потому что ей тоже очень нравятся эти резиночки. Выглядят они примерно вот таким вот образом, то есть это просто такая резиновая резиночка. Я не знаю, как её по-другому назвать, вы её цепляете себе за зубы и зубы тянутся на то место, на которое нужно. У меня тяги стояли в прошлом месяце, потому что мне нужно было притянуть обе челюсти друг к дружке на те места, чтобы, когда я смыкаю зубы, у меня между ними не было щелей. Вот, сейчас, когда у меня с одной стороны зубы уже притянулись, я ставлю себе тягу только на одну сторону и уже немножечко в другом положении. Здесь на брекетах есть крючочки, за которые всё это цепляется, и я снимаю, когда кушаю, потому что и часто такое бывает, что когда я смеюсь, у меня резиночки просто лопаются и вылетают. Также кушать тоже мне неудобно, у меня ни вилка, ни ложка, оборот не влезают, потому что маленькая челюсть. И, собственно, я надеваю в основном на ночь и хожу в течение дня, когда не забываю. Когда ты только ставишь брекеты, у тебя такой идеи фикс, что что-то нельзя есть, что нужно постоянно чистить зубы. И буквально там спустя месяц-полтора всё это проходит, ты относишься к брекетам просто как к части себя. То есть я сейчас, как уже сказала, вообще не замечаю того, что у меня есть брекеты. По поводу чистки зубов через месяц примерно ты уже начинаешь привыкать к тому, чтобы языком доставать остатки еды из всех брекетов. То есть не нужно постоянно носить с собой зубную щетку, нужно носить, хотя бы там, не знаю, максимум зеркальце, чтобы посмотреть, не прилипло ли у тебя где-то что-то. И вот эти вот все жуткие истории, что что-то застряло в брекете, это же какой-то там ужас, постоянно что-то застревает. Ну да, застревает. Но если вы не засранец, то всё у вас будет окей с брекетами и ничего у вас там застревать не будет. Нужно просто за этим следить и привычка эта, она как-то, я не знаю, сама по себе вырабатывается, поэтому для меня это тоже никакая не проблема. Хотя зубную щетку я с собой ношу всегда, я купила себе очень прикольную, складную, такую походную зубную щетку, она занимает очень мало места в сумке. И ещё ношу с собой пенку сплат. Пенка такая специальная, которой ты, ну типа, полощешь рот после еды и она растворяет все остатки еды, налёт там какой-то, который есть на зубах, то есть это тоже такой походный вариант. Я не сказала бы, что очищает зубы прям вот так, что можно не чистить зубы, мне всё равно, мне нравится просто чистить зубы, я получаю от этого, ну реальное удовольствие, чтобы всё вычистить, чтобы всё у меня было идеальненько, всё было ровненько, зубной ниточкой всё правильно там почистить, чтобы всё было великолепно. Но пенка, да, она реально спасает, зубная щётка тоже иногда спасает, особенно когда ты кушаешь какую-нибудь траву, типа там укроп, где-нибудь это происходит в гостях, берёшь зубную щётку, уходишь в ванну, спокойненько всё вычистил, рот прополоскал, у тебя всё чистое, поэтому это тоже совсем не страшно, и это, ну, я бы не сказала, что обременительно, потому что ты к этому привыкаешь, и никакой проблемы в этом нет. Дома я чищу зубы электрической зубной щёткой, пользуюсь зубной нитью, ещё иногда ополаскивателем, но это так, чисто по настроению, потому что мне хватает и чистки, раньше я ещё пользовалась специальными ёршиками, про них тоже все стоматологи говорят, когда ты только ставишь брекеты, но лично мне не очень удобно, потому что проволочный вот этот вот ёршик, он постоянно гнётся, и, короче, поэтому я просто решила не париться, и сейчас я чищу специальной насадкой на электрическую зубную щётку, такой конической, которая прочищает вообще все трудноступные места. Я, как вы заметили, вообще очень сильно люблю всякие вот эти вот зубные приблуды, мне нравятся крутые зубные пасты, зубные щётки, всякие разные зубные нити, моя вообще огромная мечта, это ирригатор, но мне сейчас его просто в ванне поставить нет, когда-нибудь мы там сделаем ремонт, и я на какой-нибудь празднику кого-нибудь наклянчу, обязательно себе ирригатор, потому что это тоже, это просто вещь, я не знаю, мне кажется, гений придумал ирригатор, поэтому, если вдруг вам интересно, что это такое, погуглите, обязательно себе приобретите. Ещё я как-то раз слышала, причём в видосе какой-то блогерши, про то, что она сказала, что она боится ставить брекеты, потому что думает, что у неё увеличится рот, и я просто сидела и думала, такая, боже мой, что за чушь, брекеты не растягивают рот, а ровесники мне тоже ни разу ничего не говорили про брекеты, наоборот, говорили типа, ой, как здорово тебе идёт, ты помолодела на 10 лет, как бы, ну, это прикольно, брекеты выглядят прикольно, мне кажется, вообще абсолютно на любом человеке. А ещё однажды у меня был интересный случай, но это был, опять же, вот единственный раз, я хотела устроиться на подработку, и со мной проводила собеседование девочку, у которой тоже были брекеты, и главным критерием вот этой вот основной подработки должна была быть хорошая дикция. Со мной провели собеседование, я ушла, на тот момент, даже вот сейчас, я шепелявлю, я немножечко, у меня такие немного просвистывающие звуки в речи присутствуют, и девочка, которая проводила со мной собеседование, она разговаривала абсолютно точно так же, но после собеседования мне прислали письмо, в котором имелось в виду, что меня не могут взять на эту работу, потому что у меня не очень хорошая дикция, но это я уже поняла, исходя из контекста, но конкретно там было написано, извините, мы не можем вам предложить эту должность, потому что у вас брекеты. И то есть для меня это было типа, ну, я не знаю, какой вообще дурак составлял у них там это письмо мне в ответ, но это было не то, чтобы неприятно, это было как-то никак, потому что я к брекетам отношусь исключительно положительно, потому что считаю, что человек, который носит брекеты, в первую очередь ему нужно вообще выказать огромный респект, потому что это человек, который заботится о своем здоровье, человек, который хочет, чтобы у него были ровные, здоровые зубы, и мне кажется, что это вообще только достойно уважения. Поэтому у меня в жизни вообще не возникало никаких проблем с брекетами, и муж у меня, кстати говоря, он же у меня работает тренером, и он работает с детьми, работает с родителями, то есть как бы постоянно вращается в какой-то такой тусовке, где нужно очень-очень много общаться с людьми, и он говорит, что даже маленькие дети, они ему ни разу ничего не сказали, ничего не спросили, то есть когда он пришел на работу с брекетами, все просто восприняли то, что окей, он носит брекеты, и никто ему ни разу не говорил ничего плохого, ничего смешного, и просто, просто, просто никак к этому никто не относился. Поэтому когда говорят, что тебе же уже 30, тебе же уже 40, что за брекеты, типа, что это за фигня, типа, ой, стыдно носить брекеты в таком возрасте, да стыдно ходить с кривыми зубами, вот это гораздо хуже, я считаю. И вообще, как бы, ну, нам с мужем, я считаю, что очень идут брекеты, потому что брекеты, когда ты надеваешь, у тебя в течение первых двух месяцев, челюсть становится уже практически идеально ровной, тебе нужно вот эту ровноту удерживать, немножечко корректировать, но визуально, прям самый кривой штакетник уже через месяц-полтора становится ровным, поэтому сейчас я вообще улыбаюсь во все свои... Кстати, у меня не 32 зуба. А сколько у меня зубов-то? Если бы мне вырвали 8 зубов. А сверху два снизу и по два зуба мудрости, и получается, что у меня 24 зуба. Так что я улыбалась, улыбаюсь во все свои 24 зуба, и вообще, в принципе, разу из жизни. Я ужасно люблю фотографироваться с брекетами, мне ужасно нравится, как это выглядит на фотографиях, мне кажется, это очень круто и очень прикольно. Мне очень нравится, что мне задают очень много вопросов всяких про брекеты, и люди всегда на это обращают внимание. Я ставлю себе постоянно цветные резиночки, и так как у меня сейчас розовые зубы, и, в принципе, розовый, это один из моих любимых цветов, то есть люди всегда говорят, типа, о, какие у тебя классные цветные резиночки, типа, розовенькие, как прикольно. То есть, ну, никакого негатива в свою сторону я не ощущаю, наоборот, только разного рода позитивные вибрации. Единственное, наверное, что мы с мужем выглядим не как два взрослых самодостаточных человека, а как два только что закончивших девятый класс малолетки. Но мне кажется, что это скорее плюс, чем минус, потому что разве плохо быть молодым и красивым? Мне кажется, что это очень здорово. Еще меня спрашивают о том, как мы целуемся с брекетами, потому что более-менее понятно, как целоваться, когда брекеты у одного из пары, и гораздо сложнее, когда брекеты у обоих стоят. Но я, на самом деле, не могу сказать, что испытывая какие-то трудности в подслоях, мы с Андреем, не знаю, ни разу не цеплялись с брекетами, ни разу у нас не возникала какой-то ситуации, чтобы мы там друг друга поцарапали, или что-то случился, какой-то казус. Мне кажется, что с поцелуями точно так же, как с откусыванием пищи, ты просто привыкаешь быть аккуратным, и все. Конечно же, с брекетами я целуюсь гораздо хуже, чем без брекетов, но я считаю, что талант не пропьешь, и как только брекеты мне снимут, все сразу же встанет на свои места. Поэтому по этому поводу я вообще не парлюсь. Ну и в целом, вообще, подытоживая всю эту историю эпопейскую мою с брекетами, я ни капельки не жалею о том, что я поставила в детстве коронки, о том, что я поставила брекет, о том, что я вырвала себе целых 8 зубов, о том, что я сейчас уже второй раз в жизни ношу брекеты, о том, что я трачу якобы дофига денег на это. Все это реально потом отразится на моей улыбке. И когда мне будет 40, и какой-нибудь там мой ровесник будет до сих пор ходить с кривыми зубами, и во-прежнем причитать, что брекеты это дорого, брекеты это больно, брекеты это страшно, я буду улыбаться голливудской улыбкой, и все мне будут завидовать. Вот лично я к брекетам отношусь исключительно так. Нам вообще ужасно повезло с доктором. У нас просто вообще великолепная доктор. Я у нее обязательно спрошу, если она мне разрешит поделиться контактами тех клиник, в которых она работает, вы можете мне написать в директ, и я вам дам эти контакты, и вы тоже будете лечиться у великолепного, замечательного доктора. И в целом, может быть, конечно, я что-то упустила в этом видео, но вообще оно получилось уже очень-очень-очень сильно длинным. Если у вас остались какие-то вопросы, оставляйте их в комментариях. Нажимайте на подсказку, если вы все еще не посмотрели первую часть этого видео. Нажимайте на колокольчик, нажимайте на ссылку, которая будет внизу, и переходите ко мне в инстаграм. И на этом у меня сегодня все. Имейте ровные, шикарные, белоснежные зубы, лечите их, не забивайте на свое здоровье, и все у вас будет прекрасно. Я вас всех целую, улыбаюсь вам своей шикарной улыбкой, и желаю вам отличного дня. Все, пока! Субтитры создавал DimaTorzok